страну и территорию она верит свой народ поэтому вы и бьетесь россия это с другой стороны преподнесла это не наши будут это будут проблемы у меня и будут проблемы сыновей на мясо мы примем смотреть что это враг к нему ты знаешь как относимся я не буду говорить а то тебе срок дадут там ты пока еще можешь видать закон в силу не вступил ну там еще добрый вечер добрый вечер с украины да киев хорошо хорошо как у вас там нормально ну не плохо я думаю хорошо хорошо у нас у нас здесь в россии намного хуже намного может быть не не может быть а точно точно я тоже скоро это скоро валю валю а этот вам к вам как туда этот на украину как там загранпаспорт нужен или в россияне вас не пустят вообще не пустят а там можно пограничь пограничь это жестко жестко это как-то нет женщин пускают что делать женщин а этот загранпаспорт если взять там какой-то там многие россияне бегут в чехию чехи да если у вас есть загранпаспорт если у вас есть 1000 долларов то вы можете можете воспользоваться помощью евгения вольного и он поможет вам в чехии вольну вольну это пранкер пранкер да да у него под видео видео есть там написано написано так и называется эвакуация в европе что тут такое а если а если я приеду и и скажу что я вот лично я да вот лично я хочу воевать это за украину хочу воевать не надо почему потому что это могло еще в четырнадцатом году сейчас сейчас у нас армия армия очень сегодня сейчас и правила очень строгие зароди и конкурс он маленький у нас довольно довольно неплохо по деньгам в армии а этот чеченский батальон существует там также муслим также мы их уважаем сейчас уже все эти варианты она понимать она уже состояние более такого анархическом скажем так добровольцы у нас было 14 15 она сейчас сейчас упорядочено у меня для таких людей как вы нет рекомендаций кроме 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 как вольного обратиться и уехать там нужно рабочие руки прожить без проблем проблем даже без знания за хорошо уважаемые спасибо не зашли до свидания славы украине героем с вами уже приняли решили держаться до конца если не секрет вы из какого народа это рожденный в таджикистане я слышу акцент немножко там там война была просто вот девяносто пятом году я уехали в россию до 2019 год с осенью станет в россии очень больно в экономической думаете думаете путин сдохнет такая медицина он еще 20 лет он президент будет 20 лет я молодым людям как говорят вот вы слышали там советский союз рассыпался на всякое такое виноват горбачок а ты вот парень представь что горбачок еще живой он еще же вот так и путь ничего хорошего тут не будет если честно ничего ничего поэтому таких людей как вы в россии немного я в курсе я в курсе да да сколько мне знакомых все что там гонят там это украина они живут в иллюзии они живут в иллюзии я вам скажу честно мне как украинцу хорошо что таких людей как вы как вы мало это значит что эта страна умрет умрет когда люди оторваны от реальности не понимают что происходит объективно это конкуренты которые сойдут с дистанции просто много-много таких невинных извините сгинут просто так и они в первую очередь весь как бы народишка он как бы споили его там споили на таких лидер один лидер ну как бы там ну навальный там навальный подсадная утка почему ну я так думаю я вам скажу для нас украинцев единственный есть критерий российского политика или позициями его отношения к крымской оккупации это уже потом когда стало понятно что россию придавливают а сразу первый второй третий год крым россия то есть он оправдывал воровство для меня это человек человек ничего не стоит смотрите я изучаю российскую статистику статистику врага в 2008 из россии уезжала 40 тысяч человек в год в 95 из россии уезжала 500 тысяч человек в 2010 70 80 тысяч а начиная с 2014 года уезжает больше 300 тысяч человек вот как вы это это умные люди как бы они уже ну как бы там ну может с деньгами там ну естественно конечно я понимаю вас возраст вам тяжело там всякое такое по идее да вот я вот здесь как бы вот приехал да вот к матери приехал да у меня мать лежала здесь да как бы лежачая была да уральский небольшой городишко да вот там как бы там работу находил как бы все работал но у вас семья есть 22 пацана у меня в калининграде живут но они взрослые самостоятельно 1 до 1 самостоятельно я имею ввиду если у вас какой-то груз который вас держит уже не 5 подумайте сходите к вольного посмотрите его вот эту ссылку свяжитесь он там адрес дает спросите потому что будут хуже все до свидания до свидания спасибо спасибо да украинцы ставятся негативно как ты думаешь почему это часть ответа но если ваш президент напал да допустим то мы бы негативно относились только к президенту но мы к нему ты знаешь как относимся я не буду говорить а то тебе срок дадут там ты пока еще можешь видать закон в силу не вступил но очень многие украинцы и я в том числе я в том числе считают что на украину напал не путин сам по себе а российский народ не путин камазы грады снаряды возил не путин но давалка в гаге будет отвечать путин перед трибуналом международным ну а российский народ к сожалению для него будут отвечать рублем а такой уж прямо ненависти чтоб те глаза вы царапать такого нету просто какой-то момент это такое было в четырнадцатом пятнадцатом году а сейчас мы смотрим так о придурки чего себя загнали в эту кабалу сами себя загнали ради спокойной жизни типа и мы так знаешь смотрим ну хотите вы в этом дерьме ну живите блин ну ваше дело такое что спрашиваешь у украинцев больше ничего я тебе объяснил да я это и так понятно ты молодец и не надо семи пядей во лбу быть понятно вчера с товарищем каляков у нас на работе слушай я вчера тоже со сварщиком это не с твоими товарищем сварщик аргончик не угру или там еще и все вчера я тут на пикет кстати бывает то есть что бывает бывает вы сварщик какого раз варщик какого-то шестую меня аж аргонь 1070 и это у меня двадцать вот варить надо на три месяца при этом два месяца я работаю по 120 а месяц дома сижу бесплатно за три месяца сколько посчитайте два месяца я работаю 240 ну а третий месяц бесплатно то есть 240 делить на 3 240 на 3 ну 80 я почти угадал ну да я сказал 70 неплохо просто уйда плохо если честно у меня уже третий ребенок трое детей уже не хватает а каком в регионе живешь я пошел на белгород если вы будете по украински разговаривать там я не крачу так для белгорода до 70 тысяч непогано для самой области для моей семьи уже погано уже нету понятно ну да ну шо вы им скажите скейки сусиды зарубляющим тридцать тысяч я вот сейчас я немножко завидую сварщикам который на поток поехали на север ну да приморья так у них там у монтажника 170 тысяч у сварщика 240 250 ну да да сваривали на кивану получают нормально а чё вы не паи и арбончик а там надо электродом не приглашали туда я не могу электрод два месяца данную учу узнаете сколько аргона варю уже больше больше десяти лет не она понятно это моя профессия а переучиться это примерно как у участку я знаю я знаю переучиться переучить человека это как я не знаю с вас сейчас тесто место сделать допустим что пытается украине ничего просто общаюсь с людьми мне просто бесит когда начинают ругаться там проклинать и так далее хотя я к этому мало отношениями уже россиян ну да еще хотел можно сказать чего ожидали не которые просят путина назвать хуйгу да да я я редко так я прошу у нас претензия не до путин украинских народов да то россия ваше право да потому что я бы тут скажу такими брати и всякие таки а зло все люди воду пустую я с вами полностью согласен и понимаю тех людей которые вообще озлоблены и тоже русских встречают которые тоже но украинцу там а хохлы и понеслась у меня просто есть чем сравнивать я там пожил ну и белго информацию там так у меня два канала показывают украинских я право на границе живу наши канала так и знаете как так и не смотрю если честно я не тяните я вот этого пидора кисельова я его ненавижу соловьев кисельова вот эти вот они будут засуджены в газе я думаю у них там он есть уже место есть там уже есть место вот там да 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 правильно вы говорите там же вот это персональный котел поэтому я новости не смотрю с 2015 года четырнадцатом еще смотрел что-то там анализировал потом ю тубе анализировал как бы ну чисто для себя я сварщики и полить так тут же справа на вас с политики разумеет мы ж в судах добьемся и уже добиваемся и это будет на вашей зарплате потому что на нашей зарплате уже очень много сказано еще больше вот 19 рик будет ключовый нет она идет это вас как зовут несуру очень приятно мне вову несу вот смотрите блин чем дальше идет это все политика тем больше душат и душат человек ну работягу данном понятное дело похож души крыма крым в постролю за чей счет понятно значит все там на воровал да там вообще там такое творилось я это знаю так все знают теки мало людей мают смели весь ну соби признаться нам не требовало для себя я для себя анализирую вот путин как политики его уважают только из-за того что военно укрепил он себя подковал неплохо по военному и шо а там что он делает он делает не для народа он даже не смог сделать сухопутный коридор там же тоже вроде стоят там не пускают но в крыму мы же не успели с режим мы не ожидали что так не жена а в донбассе уже среагировали неправда в крыму у меня в аэропорту реально симферополя работал знакомый то есть служил при украине он мне рассказывал как это все начинало как я щас не буду говорить вам чтобы записывать ну в двух словах в двух словах им даже кубанские казаки позвонили спросили как у них дела а в руководство в киев когда их обложили они никому не смогли дозвонить вот так не было руководство все разбежали все разбежали понятно я это в курсе но тем не менее но в донецке уже оклемались и дальше не пустили дальше не сейчас держу свои там территории никто там не будет никаких тавровых бомбардировок ничего такого не будешь будут давить по это не знаю я с вас я не лезу туда я слышал много русских от украинцев кто чё где там воевал там один себе пятка в губь бьет там я там на донбассе воевал не пусть где ты воевал он воевала тебе прикольно так все платят и вы и мы платят но мы готовы а ты готов я же говорю пока миссия новости не смотрю у меня нет кризиса в семье денег не хватает блин у тебя зарплата чувак ну по российским меркам да согласен так я я думаю не живу ну но все равно ты в два раза два с половиной раза больше получают ну чем обычно чем в моей области до если не в три мои области получают 25 это охеренный я знаю я с людьми разговариваю я говорю а так у вас же говорю средняя зарплата по статистике 44 тыс они чуть не пленит конечно блять где эта зарплата 44 я бы 44 мне платили бы дома сидела не ездил по всей россии для ну извини за мой я когда говорю вот я смотрю открываю вашу ростат там статистику российску 44 500 что-то такой меня чуть в экран не так народ что-то эмоционально реагирует так и естественно потому что 44 вот смотри я в челябинске жил семью вы блин тридцать пять тридцать восемь на заводе в челябинске каком году на заводе получает сварщик как у вас это хорошая профессия в каком году довольств 16 это вот уже сейчас поножен это считается охерительная зарплата челябинске там же наверно все-таки продукты по дороге чем южных регионов не все да кстати на наш этот грецкий орех который мы по осени метлой заметали да 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 как у нас тут у нас он везде короче там на него цена 1700 рублей короче за килограмм смотря что зато там картошка растет так что будет хуже будет конечно мы постараемся уже ни у кого не будет мы постараемся чтобы было что вредно но я чтобы от крови у нас задача на задача задавить агрессор любыми способами пацаны на фронте стоят закопались стоят наши дипломаты носятся по миру договариваются договариваются нам джавелины завели скоро ракеты дадут россия отказалась от этих ракет а теперь да вот юристы наши в суды подали документы они уже подходят там до какой-то стадии потом наложат арест на акты гастрона то конечно понесло зачем это все заварили мы понимали только за счет тебя это и от меня ничего не зависит ты ошибаешь того что ты же выскажешь там я не только здесь высказываюсь я и делаю да дай бог понятно не только вот эти жилины не живет не защищать сейчас данный момент только границы держат и все одни и вторые надо покажу флаг хочу прячешь то не хочу чтоб сегодня я его разворачиваю ну переворачиваешь вниз не ну чтобы он в эту сторону а он у тебя на этом да на колесиках а это самый слушай про вот эту фигню блин да прикольно фон нормально слушай а вот эту фигню типа флаг там развернуть не развернуть вот это чудо про это скажет имеешь ввиду желтый вверх да никто его не будет разворачивать и это не имеет исторически это правда неправда вот оригинальный флаг вот так синий сверху голубой сверху знаешь что это значит знаешь что это значит конечно знаю синее небо и пшеница конечно знаю почему не хочу вот это переворачивание золотые поля вот это переворачивание это такая игра на дурачков там чтоб с нас всех смеяли видишь блин это твое мнение а мне там один доказывал упоротый капец блин вот и нормально адекватный там ты как бы понимаешь ну сейчас тебя зацепило последние пять минут нет у меня все время зацепилось ты думаешь я не переживаю насколько людей у нас полтора миллиона людей из того региона из донецка переехала внутрь украины там у меня куча друзей и там сейчас друзья которые со мной по скайпу там тихонечко чтобы их никто не услышал рассказывают что там творит конечно я я понял хочу ты в youtube выложишь может канал есть а как ты как нестор боли море воля а воля хорошо я посмотрю в этом youtube зайдут у меня у меня все про россияне дураки у всех и на роке вот ты взялся всем душу плюнул ну зачем так делать я тебе скажу к сожалению большинстве случаев это я знаю я знаю на сейчас вот общался мы сидели с пацанами мы после работы водку пили понял у нас есть один моего халка называет он когда выпьет и начинает я попадаю на украинцев нормально адекватный мужик вот с тобой тоже не но если ты не любишь а если ты не бы для чешта мне рассказываешь мне про язык не лезешь в мою страну правилами это четко вы разразумею если вы будете поукрасть ну я что вас понимаю это такое но ты не рассказываешь как не жизнь поживая чтобы буду быть для нормально расскажу там если вы мне сами можете рассказать чтобы рассказать вы для чек там не понимать но я бы я понял о чем и он начинает короче вот просто человека друг от на привет привет там что откуда там кого там с крымчанами общались тоже не все там есть крымчане лужа есть лжи крымчане потому что я по крыму поездил еще украинское время когда он при украине был я знаю там территории когда он не горит он с ялты я говорю я в грузуфе работал грузу далеко он грузу естественно далеко там по набережной 8 километров где далеко там троллейбус ездит даже вы в курсе каждая в курсе украины ну а он там начинает нет показывать свой дом как он охеренно ну вы поняли это специально люди которые там занимаются и понимают таких немало и в россии такие люди есть которые тоже этим специально занимаются тоже в сетях вот это их вот это как это называется это политическая как боты боты да вот не знаю украинские блогеры сидят по своей я сижу по своей естественно естественно я думаю я особо не скрываю что я записываю флаг у меня висит понимаю я понял это наушники вижу сразу это у меня желательно не показывать я я людей которые просят не показывать делают такой фильтр да нету далеко у вас у вас возьму здесь послушаю а новости не смотрю мы знаешь тоже были далеки но вот когда люди побежали с востока вот эти полтора миллиона блин приехали но им же надо работу жилье у меня жила 200 июль же но я принял там просто там они у меня в доме жили первый момент вот эти первые полгода вот чтобы люди устроились там жилье помогли найти потом 14 15 год самое тяжелое у нас эсэмэски 5 гривен на армию отправляли наше наших тапочках пацаны я знаю вот это всех зацепило и вот когда ты мне говоришь что я вне политики я этого не понимаю я тоже типа вне политики но 5 гривен отправлял носки паковал для пацанов там брат мой уехал я ему купил каску купил бронежилет купил там за свои деньги у нас не было тогда нас и стороны кстати тоже покупают ты видел как в наших хоронях как в деревнях это не дай бог а ты видел как в деревне вот едет машина до 200 деревня на коленях вся если ты мне скажешь что в россии тоже что-то всей деревне на коленах становится я тебе не поверю как наши как герои встречают каждое имя знают и мы свои жертвы погибших на этой войне у нас все переписан и знаем сколько человек ну конечно есть без вести пропавшие без вести пропавшие так понятно но мы все кто на каждой на каждой войне такой мы все данные вот как в россии так и в украине рассказывают как друг про друга срут друг на друга блин я не буду говорить что там их там нет они там есть это все знают это все понимают но все равно там именно вот ну какие брута в армии служил как они называются которые регулярные войска вот как они называются не контрактники никто там у ты их там реально не было четырнадцатом году были в донбассе а потом зубы обломали донецкий аэропорт регулярные вышли и оставили кстати гипсокартон понимаешь аэропорт это гипсокартон ты видел конструкции каркасно-монолитные гипсокартоновые стены на 14 году еще смотрел когда новость я в пятнадцатом перестал их смотреть наши держали аэропорт 242 день а потом там короче хитростью воспользовались забрать погибших в этот момент заложили взрывчатки под эти каркасные под столбы железобетонные и подорвали уже там наших куча завалилась в этот момент и уже нечего не за вообще не зашел бороться полностью я не пойму вообще чего аэропорту то было за что не за взлетную полосу боролись там стратегическое что-то было или чё для нас это уже но как билистом сколько людей полегло я вообще не пойму цена цена этого всего я ничего для нас это честь для вас это честь и сила это ваша территория понимаю честь и сила наша именно донецкий аэропорт да были другие битвы они с точки зрения но не были даже более такие но вот получилось именно так что донецкий аэропорт распиарили и ваши и наши понимаешь только про него все видео и показывали там вот ты знаешь сколько в сталинграде был дом павлова помнишь там училась что ли там дом павлова фашисты там мало образованный сейчас человек ну короче был и фильм про дом павлова его советские солдаты обороняли вот и там дом павла он тоже как бы нафиг надо да этот дом с точки зрения его держали 52 аэропорт я просто не пойму вот 242 цена вот этих всех жертв там сколько года три наверно за этот аэропорт нет 242 меньше года ну это было военно-стратегической кэшне это было больше больше духовное больше я понял то есть это силу нашей армии моральную силу очень укрепила украинцы поняли именно после аэропорта что они по зубам даму дадут кому хоть а эти что ты думаешь правда убили гиви моторола и понимаешь это же были люди которые взорвали это были люди для телевизора то есть они такие типа простой человек поднялся с нуля салтом командиром там это чисто и да это я все понимаю ты мне скажи твое мнение мое чисто мнение я сварщик для ряд политики далек просто мое мнение отработали свое и где-то сейчас на карибах охота тратится на карибах дешевле это же мясо понимаешь кто там жизнь сколько там жизнь стоит если ты думаешь что политика это что-то такое сложно ты ошибаешься я не хочу не уникальный просто некогда там такие живут тебя есть на районе правила где ты живешь какие-то такие неприсаные были на районе правила сейчас я живу чужом городе чужом поселке ну ты понимаешь о чем я так вот политика это все то же самое люди живут соседями и не договариваются ты не делай что я не делаю это иначе по зубам мы если честно когда у старших пацанов спрашивали дай закурить мы сначала отжимались 20 раз потом в пресс получали от старших пацанов а потом все равно давали нам сигарет ну вот я об этом говорю вот представь ситуацию вторая мировая война народу погибло охренеть миллионы пустую опять же пустую ну за политик впустую не впустую погибли и чуваки сидят блин ну его нахрен давайте договоримся о правилах и договорились и после второй мировой войны 70 лет не было большой войны там во вьетнаме бускались там где-то бускались да там но вот так чтобы миллионами чтобы миллионами танковые дивизии там самолеты тысячами этой хрени не было потому что люди договорились о правилах и в принципе смотри за эти 70 лет многие болезни победили в космос полетели компьютеры придумали ну люди стали жить богаче во всем таком мире цивилизованном и вот сейчас появляется какой-то на районе долбает да это мне ваши правила у меня все есть я сам все порешаю вот люди на него так смотрят думаешь они ему разрешат там понятно прижмут способ найдут я примерно понял о чем-то я просто как то что я ей и не дурак это естественно как бы все понимаю россию украину блин ну я понимаю одно это все равно деньги нет для нас это не деньги здесь я с ним не соглашаю для нас это работа и честь не старут здесь с вами не для нас это для вас свобода и честь для настоящего украинского человека это свобода для политиков это мы с политиками знаем как исправлять если нам кто-то не понравится дай бог дай бог кстати а чё вы скажете свое мнение какое украине нужен порох пора будет а вот этот зеленский я тебя прошу это это как собчак было блин ну вот смотри у нас у нас же демократия мы не можем рот там закрыть просто так для это нужен суд обоснование и блин наши враги этим пользуются демократия хреновая честно так бы закрыли давно не ребята честно блин ну поймите нет поймите меня приду мне нахер это не надо делать лучше с вами поговорю но я же тебе по простому объясняю если честно может вы даже меня обманывать и я ведусь на вас уже ты меня честно ты мне как бы знаешь я не холодно не жарко ты ничего не решаешь нет я ничего не решаю то что я тебя там там записывали что-то такое что-то шок показать что дураки там я просто вот я хочу тебе объяснить чтоб ты понимал что украинцы что даже несмотря на моё к тебе такое спокойное отношение но я не буду сомневаться не минули секундочки если ты возьмешь в руки оружие и придет чтобы тебя никаких иллюзий не было что мы такие добрые мягкие там наш там нет я адекватности прошу просто вот мне адекватно сказали что блин мы добьем все провели всю россии да и все я я понимаю это все вижу кто-то свет кто-то нервничает кто-то жилища на кто-то я и не прошу сейчас сказать что нет полюбить и россию нет я конечно так не скажу этого никогда не никогда не будет я я это вот вас уже услышал знаешь почему любое преступление можно простить согласись нет не любое нет любое даже убийство нет нет я с вами не согласен ничего ничего не будет и как у меня отец говорит кто нас на каждую пятницу сдохнет и любое преступление будет наказано и не надо пожалуйста можно простить его нельзя просить ну может да не может быть а так и есть нельзя и все будут наказаны господь сказал прощать честно опять же ей новости библию читал ну честно я работой сказал если мы в это верю да дай богу блин если не было бы веры нечего был было бы вообще и жить даже все равно человек должен что-то верить украина верит свою страну свою территорию она верит свой народ поэтому вы и бьетесь россия это с другой стороны преподнесла это не наши проблемы будут это будут проблемы твоих детей вот у меня я же говорю трое и будут проблемы сыновей на мясо отправят сирию или в украину а мы примем нам посмотреть что твои сыновья увидеть что это враг давай сейчас не будем дадать только это верить guide ну пожалуйста и на готовое у меня сын первый класс будет я мне ты сейчас про мясо сказала я сразу у меня на у меня тоже вот дай буду здоровьем не хочу и ладно пойду я запознаешь да во�ни стар ну или щас найдут только ты мне не вываливайся я замажу и у меня уже сейчас полно хороших роликов а ты неинтересно ты не ругаешь ладно все хорошо слава украине